И всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Колян Тепловозович, и это очередной обзор дополнений для Trains Simulator 2012, и по просьбе подписчиков, сегодня у меня на экспериментальном кольце электропоезд EKR1001, украинский, по-моему, электропоезд, ну как, по-моему, не производство украинского, производство я там даже не буду врать, не помню какого, но да, украинский, вот она, эмблема украинского. Тарпан. А, меня еще тогда, я помню, меня еще просили, говорят, сними поезд Тарпана, я думаю, что за поезд, никогда о таком не слышал, а это, оказывается, вот он. Ну что ж, господа, вот по двум, получается, уже просьбам, вот он EKR1 у меня на экспериментальном кольце, ну и что, чисто внешний вид, ребята, меня очень-очень-очень устраивает, мне очень нравится, здорово сделаны вагоны. Кстати, вагоны похожи на Intercity Express, который тоже был у меня в обзоре, вот, ну и, ребят, в принципе, достаточно классно сделан поезд. И, ребят, вот он у меня стоит здесь в девяти вагонной, по-моему, да, в девяти вагонном составе, и это, ребята, вот, как бы, когда я в редакторе ставил поезд на маршрут, то есть здесь вот каждый вагон, это вот разные вагоны. То есть вот первый вагон, это головной, дальше вот это второй, вот это третий, вот это четвертый, и, в общем, в списке как раз вот девять вагонов, и вот семь из них это вот эти. Я не знаю, есть ли какая-то разница, вот чисто внешне я, например, а, нет, вижу. Смотрите, вот, например, у вот этого вагона, у него двери обе под низкую платформу, а вот у этого одна под низкую, одна под высокую. То есть, значит, все-таки какая-то разница между вагонами все-таки есть, то есть чем-то они все-таки отличаются, хотя, ну, только вот этот один, у одного вагона дверь под высокую платформу, и все. Больше я как-то отличия особого не вижу, вот, тут еще можно через окна посмотреть в салон, но салон, по-моему, тоже никак не отличается во всех вагонах. Да, во всех вагонах он, по-моему, одинаковый, хотя, нет, одинаковый или нет? Не-не, все-таки одинаковый, да. Не знаю, чем они отличаются, но вот, по крайней мере, у одного вагона у нас одна дверь вот такая вот. Я не знаю, может, вот эти, может быть, и под высокую платформу, наверное, даже, ну, не может же такого быть. Ну, и что, ребята, чисто по внешнему виду мне электропоезд очень нравится, только вот, ну, да, я понимаю, что это нормально, что у него в реальной жизни оно именно так, но, мне кажется, когда он ездит, эта часть все-таки закрыта. Вот, ну, и давайте посмотрим, как у нас он работает в упрощенном режиме. Так, и у нас почему-то не работают только приемники. Почему-то у нас только приемники не работают. Мне это как-то уже не нравится. Так, ну, хорошо, давайте посмотрим. О, ребята, свет вообще просто офигенный. Смотрите, во-первых, у нас верхний прожектор есть, и он реально очень-очень классный. Смотрите, вот прям вот эта, вот эта полоска света, вот эти блики, это, блин, ребята, просто офигенно. Блин, я не знаю, я думаю, это очень сложно было такой свет нарисовать. И, ребята, разработчики реально молодцы. Вот, за свет отдельный респект. Только приемники, это, конечно, большой косяк, но свет, это просто конфетка. Особенно вот еще боковые у нас включаются огоньки, и это просто супер. Ну-ка, интересно, может у нас и сзади что-нибудь? Нет, сзади у нас никаких огней хвостовых нету, но все равно, ребята, это просто-просто офигенно. Классно, ребята, вот. За свет просто вообще респект. Утого и очень круто они сделали. Давайте послушаем звуки. Ну и, ребята, звуки, по-моему, тоже свои собственные. Не знаю, по крайней мере, я очень-очень много дополнений обозревал уже. У меня уже в дополнениях большой опыт, но таких звуков я не слышал. И я так подозреваю, что звуки тоже свои собственные. Уж не знаю, настоящие или ненастоящие. Но, по крайней мере, свои. Именно вот у... Именно этому или поезду принадлежат. Вот. То есть какие-то свои собственные... Не те, которые вот в игре были до появления этого поезда, я так понимаю. Ну и давайте напоследок заглянем в свойства локомотива. Так. Так. Знаете, тут у нас что-то интересное. Есть еще кабинный свет. Дайте-ка вот это выключим. Что этот кабинный свет дает? А, наверное, надо на ночь переключить. Давайте попробуем ночь сделать. Что это было? Что-то он... Что-то как-то у нас срана мигают эти огоньки. Так, давайте-ка. Нет? Нет. Нет, кабинный свет у нас не хочет работать. Подсветка лестниц. Может, надо еще поночнее сделать? А, кстати, вот у нас еще номерные вот эти электронные информаторы есть. Ну, здесь нужна отдельная команда. Я ее уже не помню, как ее включить. И там надо отдельно прописывать. Так что сейчас у нас здесь маршрут написать не получится. Но вот эта штука работает. Это тоже очень сильно меня радует. Вот. Ну, с освещением какая-то непонятка. А, вот, ребята, смотрите-ка. А, кстати. О! О! Смотрите-ка, значит, все-таки можно включить задние эти. Вот. А, почему? Ну-ка, интересно. Странно как-то. Ну, понятно. Это значит, надо... Это значит, видимо, надо как-то через каждый вагон, через свойства. Давайте, кстати, сейчас по каждому вагону по свойствам попрыгаем. Потому что это что-то клевое. Так. Ну, и, собственно, вот у нас пантографы. Две штуки. Вот. Ну, давайте. Один. Во! Смотрите, значит, все-таки только приемники у нас здесь есть. Это радует. Это радует. Значит, только приемники все-таки у нас есть. Ну, и давайте включаем прожектор, включаем огонечки все. Так. Зеркала у нас тут есть. Вот, смотрите-ка, зеркала у нас отгибаются, ребята. Вот это прикольно, вот это прикольно. А, вот у нас и корпус открывается, закрывается. То есть, оп, оп, оп. Слушайте, ребят, как они офигенно сделали. Это ж... Смотрите, мы его можем еще даже не до конца открыть, закрыть. Вот это... Вот это классно, ребята. Вот это очень круто. Так, двери у нас тут есть. Давайте-ка посмотрим, как двери у нас... Двери левые. Так. Двери левые не открываются у нас, что-то не хотят. Может, я где-то не там смотрю? Нет, двери у нас вообще не двигаются. Ну, может, справа что-нибудь подвигается у нас? Нет, вот двери у нас почему-то открываться не хотят. Ну, и вот какая-то непонятка у нас с освещением. Освещение у нас все равно почему-то не работает. Вот. Но все равно это клево, да. Ну, и уровень песка. Так, ну и, ребята, давайте посмотрим, давайте попробуем. Может быть... Давайте в свой слагон посмотрим. Ну, да, свет у нас... А, это я все равно на... Что-то у меня с мучкой... Да я все... То есть, а что, вагонов у нас свойств нету? Нет, вагонов у нас свойств, видимо, все-таки нету. Вот так вот, да? А я уже обрадовался. Так, ну хорошо. Давайте-ка посмотрим. Вот, ну понятно, в свойствах хвостового вагона то же самое. Освещение почему-то не работает. Ну и вот давайте... Давайте вот так вот ему только приемник подымим. Короб ему тоже закроем. И задние буферные, вот. Ну, в принципе, ребята, в принципе, очень классно. Вот. Двери я не знаю, почему у нас не открываются. Но все равно, ребята, очень здорово они сделали. Очень классно, вот. Только приемники у нас все-таки подымаются просто через свойства. И вот эти вот освещения просто божественные. Вот короб открыть, закрыть можно. Что-то у меня подзависло. И, ребята, это, конечно, просто офигенно. Блин, реально очень круто ребята сделали. Очень классно. Я даже, наверное, ребят, не буду переключать на день. В принципе, тут ночью тоже хорошо все видно. И общий внешний вид я уже оценил. Поэтому я, наверное, вот так в ночном виде оставлю. Я еще не проводил обзоры в ночном виде. И мне кажется, это будет клево. И я хочу попробовать все-таки разобраться с дверьми. Что-то у меня подзависает. Я побоялся, что вылетит. У меня здесь есть команда на открытии дверей. Вот давайте все-таки попробуем заставить его открыть нам двери. Вот. Пассенджер. Контрол. Так. Давайте попробуем. Так. Открыть. С левой стороны. Так. И... Нет. Почему-то двери у нас не хотят открываться. А! У нас лево и право почему-то перепутаны. Так. Давайте еще раз открыть. У нас почему-то, ребята, они перепутали лево и право. Вот я нажал сейчас открыть правые двери. Он не открыл левые. Я не знаю, что здесь что-то не так. Но... Вот почему-то... Но, ребята, двери у нас все-таки открываются. И смотрите, открываются во всех вагонах. И освещение у нас в вагонах все-таки имеется. Вот оно такое... В салоне более тусклое. В тамбулере более яркое. Вот. Ну и... Вот здесь почему-то не открылась дверь. Вот тут открылись. Ну и да, ребят, смотрите, двери у нас работают все-таки. И... Ну, это классно. Это очень хорошо. Очень здорово. Ну, давайте закроем. Все. Значит, с дверьми. С дверьми у нас, ребята, тоже все окей. Ну и давайте перейдем в кабинный режим. И посмотрим. Я думаю, кабина у нас тоже будет на высоте. Ну, я, вероятно, ошибся. Так, я забыл. Давайте-ка сначала через свойства локомотива опустим только приемник. Вот. Я хочу посмотреть именно на функционирование кабины. Вот. Поэтому надо опустить только приемник. Надо отключить свет. Вот. И теперь уже перейти в кабинный режим. Ну, давайте посмотрим, как она функционирует. Хотя, ну, не знаю. Я... Я, как бы, вот, глядя, как с внешки они клево сделали поезд. Они его реально сделали очень круто. Конечно, от кабины я ожидал гораздо большего. Так. Ну-ка. Ну, и что-то кабина у нас не функционирует. Не поднимается у нас только приемник. Ну, понятно, потому что только приемник у нас все равно надо поднимать. У нас поднимается только через свойства. Вот. То есть, не сделать это через кабину. Вот. Только приемник все равно придется через свойства поднимать. Ну, ладно, идем дальше. Что у нас тут? Реверс, контроллер. Этот у нас не работает. Это у нас два тормоза. Три тормоза, извиняюсь. Так. Это у нас тифон. Так. Ну и что еще тут? И свет. Ну, свет у нас работает. Да. А что у нас даже? Ну, даже управления дверьми нету, ребята. Даже двери у нас нет. Может, здесь где-то? А, ну, хотя, я даже не знаю. Может быть, тут двери и из вагонов управляются. Это же не электричка. Здесь, может быть, и не машинист дверьми управляет. Я даже и не знаю, собственно, как в реальной жизни этот поезд работает. Ну, ладно. Реверс есть. Ну, что там? Ну, конечно, да, ребят. Конечно, от кабины я ожидал гораздо больше. Гораздо больше. Ну, ладно, давайте посмотрим, что тут. Давайте попробуем тронуться с места. А, вот он, двойной. Смотрите-ка. Ну и что? В принципе... В принципе, она едет, ребята. Эта штука едет. Эта штука разгоняется. Давайте попробуем в кабинном режиме проехаться на нем. Ну, конечно, да. Не ожидал я такого, я думал. Так. Я слышу очень хорошие звуки ходовой части. И не слышу звука самих двигателей. Не, ну, какое-то гудение есть. Какое-то гудение у нас есть. То есть, какие-то звуки все-таки у нас частично, звуки работают. Ну, и опять же, я уже говорил, у меня трейн сдоломан, поэтому скорость... Ну, вот здесь, благо, у нас есть скоростемер. Вот. Он нам показывает, с какой скоростью мы двигаемся. Ну, и давайте попробуем... Давайте наберем скорость. В принципе, у меня здесь экспериментальное кольцо с наиболее плавными поворотами, поэтому... Ну, слушайте, ребята, звуки у него очень даже хорошие. Звуки мне очень нравятся. Ну-ка. Да, хорошо. Звуки мне нравятся, звуки нравятся. Стоп, что? Секундочку. А, показалось. А! А что это у него пыль-то? Смотрите, ребят, что-то у него сзади какая-то пыль летит. Причем летит вот именно из района сцепки, откуда-то прямо изнутри пыль идет. Что-то как-то это странно. Ну, давайте, ребята, тапку в пол, посмотрим, до скольки этот поезд разгоняется. Вот. Обычно я для высокоскоростных поездов провожу скоростные испытания. Обычно они, правда, у меня слетают с рельсов, когда слишком сильно разгонятся. Но все равно, ребята, давайте разгоним эту малышку до максимальной ее скорости. Не успел. Давайте посмотрим. Так, ну, 80. Все, что ли? А почему у меня в тормозные цилиндры давление стало? А, вот сейчас спадает. А, нет, ребята, это еще не предел. Она просто очень медленно сейчас стала набирать ход. Сначала он так быстро-быстро разгонялся. А сейчас что-то... Ну, что-то, ребята, как-то он слабенько-слабенько. Знаете, он медленно-медленно-медленно уже набирает скорость. Звуки меняются не за... Интересно, у него изменение стука колес зависит не от скорости, а от положения контроллера. О, как интересно. Нормально. То есть, ребята, реально у него чисто от положения контроллера зависит звук стука колес. Но это как-то, молясь, странно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж там пылюга-то такая? Смотрите, какая пылища из-под него летит. Обалдеть. Обалдеть, ребята, просто охренеть. Охренеть. На стрелках не сходим? Не сходим, все хорошо. Ребята, ахренеть. Опа, все-таки сошли. Чуть это такое. Я не знаю, ребята, что произошло. Я, ребята, просто что-то... Я сломал игру, ребята, все. Триндец, я сломал игру. А, ну, кажется, он останавливается. Ну, ребята, это очень здорово. Это очень здорово. То есть, как бы, вот, особенно вот эта пыль из-под состава летящая. Просто я офигеваю от того, что ребята, как бы, заморочились. Вот, очень сильно заморочились над светом. Вот, то есть, свет вообще просто супер. Как мне, мне надо вот в этот. Сюда и попробуем его восстановить. Все, стой на месте, чтобы не шумел. Вот. Ну, ребят, мне, мне очень понравилось. Мне очень-очень понравилось дополнение. Очень классно, ребята, сделали. Вот. Вообще-то мы вот это отключим. Вот. Мне вот очень здорово сделали, ребята. Это очень здорово, очень качественно. Вот. Опять же, особенно вот этот вот свет. Освещение просто вообще суперское. Вот. Отдельно освещению 10 из 10. Вот. Это просто классно сделано. Вот. Потом вот эта летящая из-под колес пыль. Просто супер офигенно они сделали. Вот. Плюс вот это, как бы... Ну, это, вот как я вижу, это поезд для упрощенного режима. Потому что кабина, во-первых, очень... Вот реально, вот чисто, во-первых, внешне кабина очень фиговая. И, конечно, функционал у нее тоже хреновый. То есть, ни дверей, только приемники не поднимаются из кабины. То есть, это скорее дополнение такое для упрощенного режима. Вот. Лучше всего на упрощенке на нем играть. Потому что тут вам и двери откроются через команду. Тут вам через свойства и управление там освещением, только приемниками и так далее. То есть, вот. Я вот так вот это вижу. То есть, это скорее не для кабинного управления какого-то суперреалистичного. А вот чисто для, чтобы красиво было. Но при этом на упрощенке кататься. Но, в принципе, ребята, внешний вид вообще очень здорово сделан. Опять же, вот особенно освещение и пыль. Это просто классно. Очень здорово. Вот. Но и, в принципе, опять же, вот на упрощенном режиме и в свойствах локомотива все сделано очень здорово. Поэтому, ребята, несмотря на косяк с кабиной, 9 из 10, ребята. 9 из 10. Очень меня порадовало это дополнение. Несмотря на, опять же, фиговую кабину. Все равно сделано очень классно. Вот. Мне очень нравится. И единственное, что я забыл, это посмотреть, есть ли у наших вагонов салон. Ну, да. Салона у вагонов, к сожалению, нет. Вообще, конечно, жалко. Вот. В принципе, как бы могли бы просто камеру как бы не... А, ну... Да. Нет. Здесь камеру не очень удачно ставить. Но все равно. Но, ребята, вот, кстати, если вот так снаружи через окна смотреть, то салон довольно-таки неплохо сделан. Так что, ребята, вот я сказал. 9 из 10. Несмотря на косяк с кабиной, все равно вот очень здорово. Очень мне нравится. Ну, и ссылочка на дополнение, конечно же, будет в описании под этим видео. И всем спасибо за внимание. Ставьте пальцы вверх. Пишите в комментарии, какие дополнения вы хотели бы увидеть. Также, ребята, я очень хотел бы заняться обзорами дополнений для Трэнд Симбурда. Если таковые уже существуют. Если вы знаете, где их найти, обязательно пишите в комментариях. С удовольствием поснимаю обзоры дополнений для нового симулятора. Вот. Ну, и на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok